Приветствую вас! Вы знаете, ваш вопрос, он такой очень короткий, вот, я, если честно, не очень понимаю, зачем вы его задали, то есть, ну, почему вы его задали, особенно если учесть, что у вас уже есть вопрос другой, достаточно большой, давайте постараемся разобрать лучше его. Что касается того, как побороть страх, то правда в том, что страх побороть, вообще-то говоря, не надо, его нужно раскрывать, если вы не уверены в своих силах, значит, вы себе не доверяете, значит, нужно входить в более полный контакт со своими чувствами, и нужно входить в более высокую степень осознанности себя, для этого вам, скорее всего, нужна помощь психолога. Вот, кроме того, очень часто люди боятся чисто из-за того, что не допускают для себя варианты ошибок. Вот. То есть, просто вот бомбально, потому что человек считает, что он не должен ошибаться, что он не может ошибиться, возникает такая вот история, то есть, как бы, тут опять же нужно выяснять, каковы причины именно вашего страха. Это очень такой вопрос универсального ответа, на который не существует, не существует на самом деле. Но, совершенно точно могу сказать, что побаровать ничего не нужно, Ева, и вот сама идея побаровать свой страх, побаровать что-либо, она является деструктивной, в том числе, побаруя что-либо, вы, по сути, подавляете сами себя. Вот. Итак, предыдущий вопрос. Мне 30 лет, замужем 7 лет, есть ребенок 5 лет. Замужем 23 года, сказать, что победы и любви нет. А зачем тогда выходили? Была симпатия, были чувства какие, но без особых эмоций? Чувства без эмоций? Это как-то странно, я бы сказал. То есть, если есть чувства, то эмоции, если нет чувств, то нет эмоций. То есть, как бы, эмоции, это, да, субъективно, да, это не всегда соответствует чувствам, но эмоции без чувств невозможны. То есть, как бы, муж военный. Это вы к чему? То есть, вы выбрали себе специально мужа военного или как? Через год после свадьбы я захотел ребенка. Для чего? Для чего вы захотели ребенка? Во сколько вы захотели? 25 лет, получается. Зачем? Муж не особо хотел, хотел пожить до 30 лет, но я настоял и родил дочь. Опять же, зачем? После рождения ребенка почти до 4 лет сидел дома. Почему так долго? Отношения с мужем всегда были ровные, скорее родственные. Ругались нечасто, в основном по бытовым вопросам. Родственные отношения. То есть, получается, перенос на мужа чувств к родителям. Ругались нечасто, в основном по бытовым вопросам. Ну, даже если по бытовым вопросам ругались, все равно это проблема, и судя по всему, никаких решений не вырабатывалось сразу. Ссори, продолжалась. Интимная жизнь в последние годы зажглась совсем на нет. Все нормально, учитывая, что вы воспринимаете друг друга как родственники. До этого она тоже не была так себе, но тогда я думал, что все нормально не подавало этому особое значение. Нормально что, так себе? А как может быть нормально то, что так себе? То есть, получается, что вы обесцениваете свои чувства, свое восприятие, свое ощущение. Так, всегда было как-то быстро, без особого желания с моей стороны. Ну, правильно, вы же вас воспринимаете как родственникам. В удовольствии ни разу не получилось к мужу. А почему-то вы так плохо к себе относитесь, что лишаете себя сектором. Спустя четыре года вышел на работу, жизнь моя, можно сказать, изменилась. Муж никогда не был особо ласковым и внимательным ко мне. Никогда не был и жадным. Никогда не был внимательным и ласковым к вам. А почему же вы его выбрали тогда? Многие скажут, что тебе не умеется, муж хороший, не бьет деньги, зарабатывает, есть что есть и где жить. Да нет, это очень обывательская позиция. Я совершенно думаю, что в отношениях человек должен быть счастлив, и должно быть желание делать счастливым другого. Ваша проблема в том, что вы как-то не имели своей жизненной цели и выбрали себе мужа чисто по расчету. Ну, исходя, наверное, из этой позиции. Выходные мы никогда вместе не проводились. Смирно, либо спал, либо на работе. Все наши совместные вылазки были по магазинам. Назад семь лет в кино сходили пару раз. Это есть то ощущение, что вы жалуетесь на какие-то неоправданные ваши ожидания. То есть, у вас были какие-то ожидания, но что вы сделали для того, чтобы эти ожидания стали реальностью? У меня такое ощущение, что он ничего ел. Что касается ребенка, то воспитанием и развитием никогда не занимался, но он же ее не хотел. Выгонять на улицу приходилось буквально силком, то угрожая специальной поддержки, я не буду готовить и убирать квартиру. А зачем такие ультиматы? Ну, зачем? Понимаете, что это как бы уже насилие? В итоге, его хватало максимум на час, гуляя с ребенком на площадке, всегда завик смотрел на сними, гуляющихся вниз или на отзов, гуляющихся со своими детьми. Но это, скорее всего, проекция идет на отца, который вам, видимо, недостаточно уделял внимание. Либо здесь есть просто желание, определенное желание семьи, как элемент защищенности, элемент приверженности какой-то группы. То есть, скорее всего, элементы защищенности. Я миллион раз пытался сговаривать на эту тему, на какую. Но всегда все переводилось на шутки, тема закрывалась. Так, а ваш мученый изначально не хотел ребенка. Я вот не понимаю, как бы о чем говорить. Год назад меня впервые посетили мысли о разводе. Наверное, это было названо знакомство с МЧХ по интернету и легкому флирту. Но в тот момент я задавила себе эти мысли, так как я только устроился на работу. Моя квартира построила студия, но своя еще была на этапе стройки. А для чего вы свою квартиру начали строить? Тут тоже момент, момент. Вы познакомились с молодым человеком в интернете и начали с ним легко флиртовать. Почему? Потому что вы не чувствуете себя женщиной. А почему не чувствуете себя женщиной? И в важном представлении, женщина не может чувствовать себя женщиной с мужем, с семьей. Важно понять, откуда эта установка. Так. В прошло время я познакомился с работой с человеком. Начал с ним был просто интерес друг к другу, но потом в следующем завернулся. Он учил от своей девушки, с которой прожил 4 года. Я, в свою очередь, решил разводиться. Ну, что же, да хорошо, что вы сделали выбор оба. Он сделал мне предложение выйти за него замуж, такое, как кино показывать. Ну, если у вас некая идеализация начинается. Я сказал ему, что разводимся, меня периодически кидает в сторону, правильно ли я делаю. Нет такого понятия дела, как правильно-неправильно, это оценка. Вы делаете то, что чувствуете, и вам нужно доверять своим чувствам. Если вы не можете это делать, то мы вам поможем раскрыть блоки, которые стоят на пути доверия своим чувствам. Чувств к мужу совсем не осталось. И возвращать, что-то я не вижу смысла, да и желания нет. Так, а зачем тогда? Зачем тогда вы с мужем здесь остаться? Я с 30 лет поняла, что так вылюбить, получить удовольствие. Но огромный страх внутри меня сделать этот чак и подать документы на развод. Мужик, кого разводиться не хочет. И в чем вопрос у вас, изначально? Как побороть страх? Перед чем? Придем тебе довериться своим чувствам, да? Для чего нужно поработать вам с личной ответственностью? Потому что совершенно очевидно, что вы ответственность на себя брать не хотите. Для чего вы выбрали себе такого мужа, который бы вас обеспечивал, за которым вы были как за каменной стеной, но при этом вы не чувствуете удовлетворённых. И второе, это отказаться от идеи оценивать всё правильно-неправильно. И возможность ещё поработать с возможностью и принятием возможности ошибки. Вот так. То есть, в целом вы представляете, как очень такой, знаете, человек нерешительный, да? То есть, смотрите. 21 числа, 21 ноября, вы задаёте вопрос вот такой. Вы получаете на него ответ, вы делаете лучшим ответ коллеги Елены. Вот. Почему-то с Еленой вы не продолжаете свою работу, а 5 декабря, если я... нет, не 5, а 7 декабря, вы задаете свой вопрос про внутренний страх, страх неуверенности в своих силах и страх перемен. Как психологи должны воспринимать ваш такого рода вот вопрос, если вот не почитать ваш предыдущий вопрос? Как? Нет. Также в вопрос возникает, почему вы не работали с коллегой Еленой, если сделали её ответ лучшим. Также возникает вопрос, а вы считаете, что есть какое-то универсальное средство для избавления от страха? Вот. Опять же, побороть. Побороть. Это то, что идёт из ваших установок. Если я должна побороть, я не должна этого быть. Мне давно не должно быть страха, я должна бояться. Это всё бег от своих чувств. Знаете, это всё бег от своих чувств. То, что вы боитесь перемены и боитесь ввернуть в себя ответственность, говорит о том, что вы не умеете с этим взаимодействовать. Ну так, обращайтесь к психологу за помощью. Обратитесь за помощью к своему молодому человеку. Вместе. Вместе. Вы сможете это сделать, мы вам поможем. Но только так. Вот. То есть, побороть страх, ещё раз повторяю, не надо. Его нужно раскрывать. Вот. А страх нужно раскрутить, и всё. Вот. Причина вашего страха лежит в том, что вы изначально выбрали себе мужчину, которого вы не любили. Раз. Два. В том, что вы захотели ребёнка, родили его, по сути, против воли своего мужа. Вот. То есть, ребёнок тоже выполняет для вас какую-то, ну, какую-то функцию, очевидно, да? Вот. Которая, видимо, замещала ваши собственные цели. Вот. И, соответственно, вот с этого момента всё и пошло. То есть, нужно просто разобраться с субъективной стороной вот этих вот аспектов. Да. То есть, вам необходимо разобраться вообще со своими чувствами, как с таковыми. Что я чувствую? Почему я чувствую? Как я чувствую? Вот. Что я хочу делать с этим? Вот. Вот с этим всем нужно разобраться. И, тогда уже, когда вы со всем этим разперёдитесь, я полагаю, что вам будет понятно, куда двигаться дальше. Вот. Но, совершенно очевидно, что для этого потребуется определённое усилие. для этого потребуется определённое усилие по изменениям себя. Вот. И без этого ничего не будет. К сожалению. К сожалению. Ну, к сожалению или к счастью. Я не знаю, но без этого ничего не будет. То есть, невозможно без прилагания усилий что-то исправить. Поэтому, если вы готовы работать над собой, если вы готовы меняться ради себя, ради дочери, которая достойна счастливой матери, достойна счастливой семьи. Вот. То обращайтесь. Вот. Обращайтесь к любому из специалистов, которые вам понравятся. Ну, и последний вопрос. Прежде чем закончить? Главное будет звучать так. Вот вы ленчитесь. Правильно, я поступаю. Потому что к мужу вас чувств нет. Так какие же плюсы? Чем вы, как бы, аргументируете неправильно своего развода с мужем? Если у вас нет чему чувствовать, если вы не хотите работать над отношениями, если вы там никогда не испытывали удовольствие, если другим мужчиной вы и любите его, и удовольствие испытывать. В чем аргумент к тому же? В чем аргумент? Просто подвергните, подвергните критике свои аргументы. Именно критике. Научной, здравой критике. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам еще раз желаю всего самого доброго и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.